Соберить детей в школу. Так называется ежегодная акция от благотворительного фонда Инсан. Ее главная цель – обеспечить детей из малоимущих семей самыми необходимыми школьными преднадлежностями. Традиционно по этому случаю было проведено торжественное мероприятие. Абдулла Алиев, продолжение темы. До 1 сентября еще месяц, а этим семьям уже не нужно беспокоиться о покупке школьного инвентаря. Фонд Инсан в очередной раз откликнулся помочь нуждающимся. 400 только в Махачкале и более полторы тысячи детей по всему Дагестану получили заветные портфели с ручками, карандашами, тетрадями и прочими школьными предметами. Учитывая то, что 1 сентября учебный год, он сопряжен бывает с большими затратами, приобретать одежду для школьников, канцелярский товар и так далее. А многие наши подопечные, они получают прожиточный минимум и большое количество из них, они живут на квартирах и поэтому не могут элементарно приобрести. Элементарное, что необходимо для школы приобрести для своих детей. Посетил торжественное мероприятие Муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. В своем выступлении он пожелал детям успехов в учебе, уважать своих учителей и родителей и достойно представлять свою школу в будущем. После напутственных слов шейх лично вручил детишкам портфели со всеми необходимыми принадлежностями. У нас что не хватает? У нас не хватает взаимной любви, уважения. А самое главное, если любовь есть, уважение будет. Нам что нужно? Нам нужно только то, что в наше время молодежь потеряла уважение к старшим, уважение к учителям. Вот это, чтобы заново возродить. Надеюсь, в ближайшее время мы дойдем до этого года. Обязательно надо учить и уважать. Обязательно. Я думаю, даже больше, чем своих родителей. И только думаю, я в этом уверен. Надеюсь, будущие президенты, врачи, инженеры находятся среди вас. За то, что вы будете искренне учиться. Торжественное мероприятие по стиле и почетные гости. Среди них учредитель благотворительного фонда помощи хосписам Вера Анна Федермессер. По ее словам, она была приятно удивлена, узнав о масштабах, оказываемой помощи фондом Инсан. В Кизляре есть вывеска фонд Инсан. В Уинакске есть вывеска фонд Инсан. И ты понимаешь, что они везде, они нужны, они востребованы, они знают, как работать. И то, что я слышала про программы, сколько детей отправляют в школу, сколько им покупают эти рюкзаки. Детям с булезным эпидермолисом помогает фонд Инсан. У нас для этого целый отдельный фонд создан. А здесь вот все. И это очень здорово. Но для меня самое главное, что это фонд, который основал медицинский колледж, который основал больницу, который сейчас хочет заняться палеотивной помощью. Для меня это вообще вся жизнь в помощи умирающим людям. И мне кажется, что если здесь это в таких надежных руках, в Дагестане, то есть надежда у нас у каждого уйти из жизни без боли, без унижения, без одиночества. Помощь нуждающимся детям в подготовке к учебному году – весомый вклад в развитие подрастающего поколения. Это подчеркнул и министр труда и социального развития республики, отметив, что Инсан является одним из передовых благотворительных фондов в Дагестане. Очень благодарна фонду за ту акцию, которую они сегодня провели. Я своими глазами увидела, сколько детей, сколько родителей получили эту помощь. И хочу сказать, что, во-первых, очень сумма вполне достойная. Мало того, по-моему, получают еще и сертификат на портфель. И это очень большая поддержка для наших детей и для семей, особенно для малообеспеченных семей, для многодетных семей. Фонд Инсан у нас в плане поддержки, в плане такого плана семей, именно благотворительных акций, конечно, впереди всей нашей планеты. Большинство семей, кому оказали помощь – это матери, воспитывающие своих детей в одиночку. Для них эта акция словно спасательный круг. Многие не скрывают своего восхищения и желают фонду Инсан только процветания. Я очень благодарна фонду Инсан, не первый раз мою семью и всех остальных нуждающихся. Вы поддерживаете, дай Аллах вам всем здоровья. Пусть Всевышний примет все ваши благие деяния. Это огромная помощь для меня. Я воспитываю четырех детей, одна. У меня мурашки. Спасибо вам, я вам очень благодарна. Фонд Инсан, я очень благодарна. Она оказывает очень огромную помощь для меня и для моей семьи. Помогает она. Я очень благодарна и работникам, и всем. Для ребят в этот праздничный день звучали нашиды и стихотворения. Организаторы также провели занимательные игры и викторины. Фонд Инсан постарался сделать все возможное, чтобы вызвать побольше радостных улыбок у детей. С каждым днем все ближе к началу учебного года. И можно смело сказать, что эти дети вполне к нему готовы. И все благодаря усилиям благотворительного фонда Инсан, а также неразонтушным людям, которые оказали помощь нуждающимся. Абдулла Алиб, Мустас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.